Поверить в новогоднее чудо и окунуться в мир волшебства можно уже на этой неделе. Репертуар накануне Нового Года по традиции о вечном, добром и светлом. В канун Нового Года в сказке оживут игрушки. Деревянные солдатики, куклы и плюшевые мишки решают сбежать из магазина «Феи к детям», которые остались на новогодний праздник без подарка. И поможет им игрушечный поезд «Голубая стрела», в честь которого и назван спектакль по мотивам одноименной сказки итальянского писателя Джани Радари. Этот спектакль о чуде, о том, что любое желание любого ребенка, и в том числе взрослого, они должны исполняться. Самое главное – нужно верить чудеса и дарить свое тепло всем, кто рядом. А в музыкальном театре внимание обратили на всем известную русскую сказку о простаке Емелии волшебной щуке. Народные мотивы в декорациях, музыке и костюмах. Соединить современность и старину – задача сложная, но выполнимая. Наверное, вот этот окрас русских народных сказок. Захотелось что-то внести в театр, в театральный репертуар, именно детский разнообразие. Очень здорово, что каждый ребенок может сейчас на фоне рэпа, каких-то новых рекламных историй, культуры, познакомиться непосредственно с русской народностью. Кушайте, дети! Кушайте! Наверное, удивитесь, но в молодежном театре сказка будет страшной. По крайней мере, именно так назвали спектакль «Василиса». Сказка для подростков по мотивам пьесы Марии Малухиной поднимает очень важные и актуальные темы для этой возрастной категории. В основе знакомый с детства сюжет про девочку, идущую в дремучий страшный лес. Там ей предстоит встретиться с опасными испытаниями, фантастическими существами из русских сказок, и самое страшное – с самой собой. Тема взросления, тема страха, неуверенности перед будущим, перед самим собой, когда юный человек боится изменений, не знает еще свою природу. И очень важно доверять себе, слушать свое сердце и идти вперед за своей природой. Все спектакли для семейного просмотра. Премьеры состоятся уже на этой неделе. Кстати, оплатить билеты можно по пушкинской карте, ведь ее баланс нужно потратить до конца этого года. Анастасия Болотина, Вадим Быстревский, Александр Антропов. День с толком.